Добрый день, дорогие друзья! С вами Ольга Громыка, структурный директор международной сетевой компании и бизнес-тренер. Это наше третье занятие из моего бизнес-курса «Измени качество жизни». И называется оно «Личностные отношения». Ключ к успеху в жизни и в бизнесе лежит через личностные отношения с людьми. Успех – это средство познания вами, вашего партнера, установления с ними доверительных отношений. Ваш бизнес-партнер – это прежде всего человек, а не какой-то объект. Это человек, у которого есть своя семья, друзья, у которого есть свои заботы и хлопоты. Бизнес предполагает взаимодействие с другими людьми. Он предполагает сотрудничество. И основная идея партнерских отношений, она заложена в эффекте синергии. Что такое эффект синергии? Это когда 1 плюс 1 не равно 2. Возможно, даже не равно 3. А намного-намного больше. Если вы будете работать в паре со своим партнером, то достигнете намного большего, нежели если бы вы делали все по отдельности. Такой мощный эффект возникает в процессе разделения труда. У каждого партнера есть свои сильные и слабые стороны. И за счет вашего сотрудничества, вашего взаимодействия, вы перекрываете слабые стороны одного с своими сильными сторонами. И наоборот. Основной плюс бизнес-партнерства заложен в совокупности действий. У вас будет в 2 раза больше денег, в 2 раза больше связей, в 2 раза больше знаний, а также у вас будет в 2 раза больше рабочих рук. Сетевой бизнес от обычного бизнеса отличается своим форматом отношений. Здесь и есть прямо на заинтересованность вашего наставника, того человека, кто привел вас в этот бизнес, от ваших успехов. Он будет заинтересован в том, чтобы у вас все получалось. Ваш бизнес только рос и просветал. Соответственно, его дело, его бизнес тоже будет расти. Недавно в Великобритании было проведено одно исследование на бизнес и отношения. Как они взаимосвязаны над собой. 60 топ-менеджеров одной компании приняли участие. Из этого исследования было выяснено, что 77% топ-менеджеров проводят в своем нерабочее время вместе. 37% топ-менеджеров делают это регулярно. А 15% топ-менеджеров связаны крепкой дружбой между собой. Был сделан такой анализ, что хорошие взаимоотношения, они очень хорошо влияют на процесс творчества, работы, на бизнес. Дело в том, что личные отношения между коллегами, они позволяют чувствовать себя более уверенно. Легко воспринимать критику. Обратная связь налажена более четко. Также личные отношения помогают найти сильные стороны и нейтрализовать слабые стороны партнеров. Доверительные отношения – это очень важный фактор успеха. Одиночка, в принципе, не сможет вывести свой бизнес на должный уровень, если у него нет команды и налаженных отношений с ним. А сейчас мы поговорим о пяти видах отношений, которые очень важны. Я знаю, что если вы будете учитывать эту информацию, то это поможет ведению вашего бизнеса. Первый вид отношений – это отношения с наставником. Наставник должен быть всегда. Пускай вы гений от природы, и вам не нужны чужие советы, но наставник должен быть. Наставник вширяет в вас уверенность, помогает вам действовать более решительно. Дело в том, что наставник не ищет вас. Это вы должны найти его. А он уже выберет из количества претендентов того, с кем он будет работать. Дело в том, что наставник очень хороший, грамотный – это и есть ваш успех. Следующий вид отношений – это отношения с вашей командой. Мы знаем, что бизнес – это и есть люкин. Для того, чтобы он работал в полную мощь, наиболее максимально, наиболее эффективно, вам нужно выстроить очень тесные и долгосрочные отношения с вашей командой. Потому что есть такое выражение – один в поле не воин. Если с вами будут надежные люди, то ваш бизнес будет только процветать. Следующий тип отношений – это отношения с вашими клиентами. Дело в том, что клиенты – это очень важные люди для нашего бизнеса. Без них он никуда не будет продвигаться, а, возможно, даже пойдет на спаль. Поэтому клиентов нужно очень сильно любить, очень сильно ценить. Потому что без них мы просто не сможем продвигаться вперед. Потому что мы знаем, что самую максимальную прибыль нам приносят именно наши клиенты. И основная задача человека, который ведет бизнес – это выстроить грамотные отношения с нашими клиентами. Отношения с родными и близкими – это тоже очень важный тип отношений. Потому что бывает, что не все идет гладко, не все идет так, как нам хочется. И мы приходим домой. Наша семья, наши близкие, наши родные – это наша стена, это наш тыл, где мы можем поделиться, где мы можем обсудить какие-то очень важные вопросы. И завтра наступит новый день, мы уже с хорошим, бодрым настроением внесем новую идею. Позитивные отношения. Наши личностные отношения, они всегда должны быть в хорошем, положительном, позитивном ключе. Очень здорово, когда в офисе за стенами слышим здоровый смех наших партнеров, наших клиентов. В доме смех наших близких, наших друзей. И это всегда очень здорово и замечательно. И это говорит, что есть очень тесная взаимосвязь друг с другом. Если люди могут вместе улыбаться, смеяться, а не только хмуриться. Учитывайте все мои рекомендации и помните, что личностные отношения – это самый важный факт в развитии вашего бизнеса. А с вами была Ольга Громыка. Я желаю вам и вашему бизнесу богатства и процветания. Подписывайтесь на мой канал. Следите за новыми видео уроками, которые помогут изменить ваше качество жизни. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!